Камень в честь исповедника православной веры освящен в Хабаровске. Мемориальный знак установлен на месте, разрушенной советскими властями Алексеевской церкви. Сейчас здесь находится штаб ПВО. В храме служил епископ Пантелеймон Максунов. Трудился владыка во время обострения безбожной конейнина церковь. В 1931 году его репрессировали. Вину вменили то, что он помогал людям, которые находились в заточении в ссылках. Святитель скончался в лагере города Мринска. Мы говорим часто о такой современный термин, используем генетический код нашего народа. Так вот, как раз в эти года, арестовывая и убивая священников, монахов, носителей этой веры, как раз хотели и переформонтировать этот код. Но сила Божия в немощи творится. И поэтому сейчас мы вспоминаем тех мучеников, тех исповедников, которые своим исповедническим подвигом сохранили веру православную, которую мы сейчас несем. Веру апостольскую, веру отеческую, веру истинную, как говорил Суворов. Именно если мы будем хранить веру православную, Господь будет хранить и нас с вами, и землю нашу русскую. И мы только будем, как наши предки, присоединять и прибавлять, а не расточать и терять наши земли. Совсем небольшой такой масштаб. Говорилось лишь о табличке, которую повесить на здание. Но в дальнейшем уже со стороны военных возникло предложение, почему бы не поставить камень. Камень установили на пересечении улиц Волочаевская и Ленина. Во время существования здесь церкви Алексея Человека Божья они назывались Корсаковская и Барановская. Над дизайном мемориального знака трудилась преподаватель кафедры архитектуры Тихоокеанского университета. У Юлии Охотниковой с этим местом связана личная история. Мне это очень дорого, потому что еще мой дедушка ходил в этот храм совсем юным мальчиком. По всей видимости, наверное, и видел, и знал святителя Пантелеймона, владыку. Мемориальный знак выполнен из брусита. Он доставлен с культурского месторождения. Примечательно, что в карьере в конце 30-х, начале 40-х годов трудились репрессированные священники и монахи. Некоторые из них были причислены впоследствии к веку святых. Что же касается разрушенной церкви, то в Хабаровске сохранилась икона из нее. Образ Алексея Человека Божьего сейчас находится в Христорождественском соборе города. Многих из них канонизировали, поэтому их молитвы, Господь, спаси и сохрани нас в мире, живущих в мире, в хатеринстве. Потому что они живы. Панихиду обезвинно погибших в годы советских политических репрессий совершил митрополит Артемий. Богослужение состоялось на центральном кладбище. В нем приняли участие представители власти, краевого общества, мемориал, казачество, родственники пострадавших. Рана, она трудно лечится. И лечится она только молитвой и всем прощением. Церковь святая, христианская, ежедневно приносит молитву за то, чтобы Господь уберег нас от труса, потока, меча, нашествия иноплеменников и междоусобные братья. Так вот, землетрясения, потопы, пожары и нашествия извне врагов, как правило, соединяют нас вместе. Мы, хотя и несем скорби, но выходим из этих потрясений и бед, объединенные и обновленные. А самое страшное, это междоусобная брань, когда дьявол севает рознь между соседом и соседом, между братом и братом, между отцом и сыном. И когда русский человек православный идет на русского человека православного. И наши враги говорят, русских людей невозможно победить и ослабить, если только сам русский человек не пойдет войной на русского человека, не ослабит сам себя. Здесь был и рог смерти, где свозили сюда тела погибших и сбрасывали просто на это самое. И даже без суда и следствия закапывали, вывозили по ночам. Здесь на кладбище свозили, на кладбище и не успевали закапывать. О тех, кто пострадал в годы репрессий, рассказывает председатель краевого общества «Мемориал». Их боль ему близка. Юрий Люклян сам родился в спецпоселении. Сотрудникам его объединения удалось установить имена погибших. На пилонах, которые находятся возле часовни, написаны имена четырех с половиной тысяч человек. Тысячи захороненных, очень не верующих. В основном все в подавляющем большинстве были без вина. То есть вы дела осмотрели, да? Это человек, который у нас работал по линии ФСБ. Он бывший начальник отдела, подполковник ФСБ. И он составлял эти книги памяти. В междоусобной прали не бывает победителей. Если какая-то сторона на какой-то период берет вверх, то это не есть победа. Это есть трагедия, которая потом, через десятилетия, а может столетия, вновь и вновь в нашей памяти, в наших сердцах возникает. И врачиство этого только одно. То, что дает церковь христианская. Это молитва и заусопших, убиенных. И все прощения тех, кто гнал и был гонителем. И отдать этот суд в руки Божьи. Мы же сегодня должны строить новое, светлое государство, в котором мы все должны относиться друг к другу, как брат и сестра. Видя не соперников, не конкурентов к своему ближнему, а образ неподобия Божьего. После молитвы участники богослужения возложили к пилотам цветы. Минутой молчания они почтили память погибших. Не только услышать, но и понять. Концерт-лекция состоялся в Спасо-Преображенском соборе Хабаровска. Архиерейский хор исполнил песнопения главных праздников церкви. Их значение раскрыл магистр богословия, преподаватель Хабаровско-духовной семинарии Савелий Круглов. Особое место в сокровище церковных книгах молитв и текста церковной музыки отведено тем песнопениям молитвам, которые посвящены и обращены при чистой теле Марии. Архиерейский хор поет в родном храме. Здесь исполнители обычно трудятся на богослужениях. Однако сегодня молитвы звучат по-другому. Песнопения все были торжественные. То есть на богослужениях мы обычно к обиходу немножко больше приближаемся. Мы постарались в этом концерте собрать всю сокровищницу, как говорил Савелий Сергеевич, наших композиторов, так скажем, нашей страны. Это уже второй просветительский концерт. Первый был посвящен Великопостным богослужениям. К событию готовились в течение полутора месяцев. Самым тяжелым, признается регент, было не учить сложные партитуры, а собирать участников на спевки. Исполнители задействованы и в других хорах. Вот сидела, я вот у меня подруга говорит, ты, говорит, такая напряженная была. А я напряженная была от того, чтобы не расплакаться. Вот настолько это за душу берет. Божественное пение. Просто чудесно. Ничего, никаких проблем абсолютно не помню. Только вот то, что... И такое вот состояние. Слушал бы и слушал, и слушал бы и слушал. Вот такое вот состояние. Очень это самое. Все великие певцы, все выходили из церковных дорог. Все великие певцы. Пирогов, Максим Дормедонтович Михайлов. Потом многие певицы с Большого театра. Планы, ну пока отдохнуть, потому что мы все устали очень сильно. И плюс, конечно, прибаливают ноги у нас в хоре. Просим молитв, чтобы о нашем здоровье тоже молились. Следующий большой концерт архиерейский хор собирается подготовить к Рождеству. А наша съемочная группа намерена в выпусках программы «Благовест» познакомить зрителей с песнопениями православного богослужения. Мы покажем фрагмент концерта. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Утверждает, сюда ступала нога святителя Иннокентия Московского. Недалеко от Хабаровска, на границе с Китаем, находится село Казакевичево. С этого берега даже можно увидеть Поднебесную. Поначалу здесь был установлен пост его императорского величества Усть-Юссурийский. А в 31 мая 1858 года, на третий день после подписания этого договора Игуньского, сюда приехал Муравьев Амурский. Петр Васильевич Казакевич уже здесь его поджидал. И они решили, собственно говоря, Муравьев всем давал наименование ведомых станиц, которые узловых ведомых станиц. Потому что Усть-Юссурия и Амура придавалось огромнейшее значение. Может быть, он со святителем Иннокентием сюда поджидал? Да, они спустились здесь. Вот он до Бури, место показали. Через двое суток они спустились до Мособури и начали возводить. То есть, может быть, эту икону еще святитель Иннокентий в руках держал? Возможно. Ну, все возможно. Благодаря библиотекарю музея Наталье Милушовой открылись многие факты из истории Казакевичева. Необычные детали в родном селе она заметила еще в детстве. На поляне, где девочка порой играла с друзьями, летом проступали очертания какого-то строения. В детстве на этой поляночке играли, там скакалочки, лапто. Ну, и вот в июле месяце, в самую жару, фундамент прожигал всю листву. И вот это обрамление старого фундамента нам это показывало. Ну, стариков начали расспрашивать, что на этом месте такое интересно было, что прожигает всю траву, и видно очертания этой церкви. Впоследствии Наталья стала по крупицам собирать информацию. Работала она и в архивах. Выяснилось, здесь стоял храм в честь казанской иконы Божьей Матери. Его воздвигли казаки, которые охороняли границу. Суть-то в чем? В том, что храм в честь Богородицы, ну, как говорим, заступницу усердную. Я думаю, что именно из-за этого. Потому что здесь, а там, где начинается наша страна, где уповать можно было только на себя, а большей частью даже не на себя, а на божественную помощь и заступничество Божьей Матери. Я думаю, нет никаких, ничего не вызывает, никого в удивление не вызывает то, что в честь Божьей Матери именно был храм. Все свое упование человек возлагал на нее, на нашу Царицу Небесную. Церковь была разрушена во время боев гражданской войны. Старости храма удалось спасти из него казанскую икону Божьей Матери. В Казакевича возблагодарностью вспоминают его имя Тимофей Зелинский. Церковь, она загорелась, он рядом жил с этой церковью. В музее хранятся и колокола. Они были найдены на месте, где стояла церковь. В таком виде они не случайны. Был приказ Свердлова обезвечить все колокола. А уже и церкви как таковой не было, а колокола сохранились. Приход сохранялся до 1934 года. Еще детей крестили в каком-то определенном доме. А спасенный казанский образ бережно хранился в семье Зелинских. До тех пор, пока никого из его родственников в селении осталось. Их не стало, живых Зелинских, никого из потомков. И вот они все выехали, а дом уже ломали. И моя начальник нашего Дома культуры, Соснина Раиса Ленчина, подобрала эту икону, принесла на хранение. А потом-то уже нашли родственников, договорились, что мы будем хранить. С этого времени музей стал центром притяжения. Сюда начали стремиться не только жители Казакевичева, но и паломники. У иконы совершались молебны. Здесь крестили детей, служились и литургии. По селу со старинным образом ходили и крестные ходы. Целовали оклад. Она зацелована. Вот оклад зацелован. Ну, почистили, конечно, сейчас блестит. Мы хранили долгое время икону Казанской Божьей Матери. Мы здесь в музее. Шучу всегда. Кто кого хранил? Или она музей хранила, или музей ее хранил. Основание, фундамент оставался долгие годы. С него брали пирс в бригаде у нас строили. В бригаде наших кораблей специально там брали. Она была первая. Цокольный этаж был полностью из нашего гранита. Вороний камень добывали в сопках. Жители села решили восстановить храм. Они стали собирать средства. Откликнулись люди из других мест. В том числе хабаровчане. Однако доброго дела, говорят, не бывает без искушений. Много было препятствий. Не то, что искушений. На самом деле, что лукавый пытается препятствовать строительству храма. Мы это на себе почувствовали воочию. Были такие моменты, когда уже руки опускались. Но все равно с молитвой шли. Крестным ходом ходили. И по селу, и вокруг храма. Батюшка служил. Тут бабушки наши служили. Все тут помогали. Богородица помогала нам. Вот наши тоже помощники. Нам всегда помогают. В ноябре 2020 года церковь на границе осветил митрополит Артемий. Богослужебная жизнь возобновилась спустя сто лет после того, как на этом месте была отслужена последняя литургия. У нас же не только именно в строительстве храма человеку помощь требуется Божьей Матери. Нам покровь помощь Божьей Матери во всей нашей жизни нужна. В семейной жизни, воспитании детей, добывании хлеба насущного. Да и в молитве тоже. Без ее помощи, без ее поддержки у нас одна сплошная тоска и уныние. События вокруг Казанской иконы Богородицы повлияли на жизнь бывшего главы администрации сельского поселения Кзакевичева. Олег Дегодев сейчас является председателем Приходского совета храма. Я уже, скорее всего, благодаря отцу Антония пришел к храм и начал заниматься всем этим делом. Но у меня в жизни было ряд ситуаций, которые меня сподвигли к этому делу. Я этого рассказывать не буду. Божья помощь на себе почувствовал? Да, Божий промысел, так сказать, на себе почувствовал. Божий промысел, так сказать, на себе почувствовал. Это икона, которая пережила революцию, советские годы и всю историю нашего советского периода. Сейчас в храме появилась еще одна святыня – икона Божьей Матери Федоровская, подарена церкви потомками казаков, которые жили здесь. У семьи с этой иконой связаны личные чудесные истории. Потомки рода казаков, которые с Иннокентием Московским спускались на паромах, узнав, что строится здесь в Казакевичево храм в Казанской, они решили, принялись семейным светом решение привести ее нам в дар. Федоровская мы знаем, что поклоняются семейным благополучиям, женщины молятся. И у них у всех была в их роду такая интересная судьба. Они все поздно замуж вышли, и все очень долго не могли родить. В общем, все обращались за помощью к этой иконе, которая сейчас у нас в алтаре. В общем, они сказали, что она точно чудотворная. В общем, их род является наглядным тому примером, что просите и обряжите. Она требует отреставрации, конечно. Вообще, судя по иконе, она под ризу была написана. Видите, лик и руки прописаны, а всего остального нет. Такая традиция была в XIX веке, в середине, конечно, XIX века. После того, как святыню отреставрируют, ее вынесут для всеобщего поклонения. Что же касается казанского образа, то он сейчас передан в храм. Для него сделана новая риза. А старинное облачение находится в музее. Оно обрамляет копию известного образа. Своем все дальше двигаться, туда, куда движутся все православные христиане. Будем стараться двигаться в сторону Царства Небесного. Будем стараться молиться и исполнять заболи Христовы. Иванзийский призыв Христа Спасителя. Я думаю, все остальное, как Господь говорит, учите Царство Небесное, все остальное вам приложится. Царство Небесное, все остальное. Субтитры создавал DimaTorzok